здравствуйте дорогие друзья я доктор елена березовская и я вас приветствую себя на канале youtube мы будем сегодня говорить о дискомфорте при мочеиспускании первую очередь у женщин потому что нередко женщина жалуется что что-то там заболело заныло скажем запекло и они бегут конечно гинекологу где им ставят какие только не хочешь диагнозы но также очень часто ставится ошибочный диагноз цистита поэтому давайте мы поговорим о том когда действительно бывает воспаление мочевого пузыря то есть цистит а когда симптомы которые ощущают женщины абсолютно не связаны с воспалительной реакции и действительно довольно часто женщины сдают анализ общий анализ мочи и приходит результат что он идеальной норме но как же так если была симптоматика если были проблемы были жалобы и они иногда даже продолжается но в то же время нет никакой воспалительной реакции давайте немножко вспомним анатомию мочевыделительной системы первую очередь нужно понимать что моча выделяется через уретру уретру это небольшое отверстие фактически канал между мочевым пузырем и значит наружной частью тела то есть промежностью женщины и у женщин этот уретра этот канал очень короткий приблизительно два два с половиной сантиметра до трех сантиметров поэтому мужчин у которых канал этот канал или длина уретры соответствует длине полового члена и даже больше у женщин это очень очень короткий промежуток мочевыделительной системы уретра соединяется с мочевым пузырем конечно который наполняется мочой дальше идут мочеводные каналы которые выводят мочу из почек и почки почки левая и правая правая почка обычно опущена и это нормально потому что физиологическое положение почки из-за того что над правой почкой имеется печень поэтому не нужно переживать если одна из почек у вас опущена позывы которые поступают из мочевого пузыря контролируется головным мозгом и в уретре как раз при выходе из мочевого пузыря имеется сфинктер и собственно говоря этот сфинктер закрыт поэтому у вас нет недержания мочи когда сфинктер ослабевает особенно с возрастом с большим количеством родов при опущении сенок влагалище и при ряде других состояний то может возникать недержание мочи но мы сегодня говорим немножко о другом потому что недержание мочи это когда моча непроизвольно появляется скажем на белье или просто выходит и женщина конечно тогда жалуется что она не может ходить без специальных подгузников без прокладок это немножко другая тема но чаще всего молодые женщины чаще всего женщины это скажем от 20 и старше где-то до 40 лет жалуются на другие симптомы первую очередь на жжение при мочеиспускание на какой-то дискомфорт и обычно если появляются такие симптомы которые могут сопровождаться более частыми позывами и хождениями туалет женщины сразу же начинают принимать какие-то антибиотики даже одноразовую дозу ударную дозу или скажем кратковременный курс потому что они считают что это точно воспаление мочевого пузыря несмотря на то что анализы в норме что же на самом деле вызывают такие симптомы особенно по утрам такие симптомы часто могут вызываться как раз накоплением солей или кристаллов выработка которых практически полностью зависит от вида пищи которые вы принимаете и очень редко кристаллы или соль бывают воспалительного происхождения или вернее они увеличиваются при воспалении почек это в основном тройные фосфаты это могут быть нитраты и нитриты но но очень важно понимать что чаще всего это ураты оксалаты то есть это те кристаллы которые вырабатываются почками за счет определенных видов пищи и поскольку женщина ночью спит и эти кристаллы накапливается вне мочевого пузыря как только утром настает мочевой пузырь наполнен и вот эти первые минуты когда моча выходит начинается вот сильная боль и жжение то есть распирание дискомфорт и конечно же нужно понимать что как только вышла порция мочи как только вышла вот это даже порции солей довольно часто мочи ничего уже мочевом пузыре и мочи ничего не остается плохого и поэтому такие симптомы могут появляться периодически но при этом анализ мочи будет в норме общий анализ мочи самое интересное что кристаллы они ведь к имеет грани вот вспомните как выглядит например бриллиант с гранями то есть кристаллы они на самом деле острые их их вот эти грани острые также есть шипы иногда это не просто как правильные красивые кристаллы и получается что они могут раздражать вот эту уретру этот маленький канал и фактически вызывает даже кровотечение повреждение сосудов и нередко женщин говорят что у меня моча красная она ну как кровотечение то есть это плохо или это хорошо и то есть что это а действительно кровь мочи это очень опасный признак но мы чаще всего говорим о немножко другом виде крови которая происходит с верхних отделов мочевыделительной системы то есть из почек тогда мы можем подозревать первую очередь или какой-то камень почках или даже рак почек но чаще всего это кровь порционное небольшое количество за счет повреждения сосуда уретры когда выходят эти соли действительно когда женщина подмывается вытирается на салфетке может быть скажем яркая кровь или какая-то в общем светлая кровь но не темная не какая-то скажем бордовая это тоже нужно знать так вот на что нужно обратить внимание конечно желательно желательно сдать общий анализ мочи именно тогда когда это все происходит но поскольку это происходит чаще всего утра следующая порция мочи или через несколько дней может быть норме однако на что мы обращаем внимание даже если вы пойдете сдать мочу вот после этого инцидента мы обращаем на количество в первую очередь слизи потому что уретра может выделять слизь особенно при повреждении если мочи мы находим больше слизи то мы можем заподозрить что идет какой-то действительно механический процесс повреждения стенок мочевыделительного канала также мы можем видеть свежие эритроциты мочи когда мы делаем общий анализ крови иногда пишут там эритроциты там столько-то но грубая ошибка когда не указывать как какие это именно эритроциты так вот если это эритроциты именно самых нижних отделов то есть из уретра из нижних отделов мочевыделительной системы то они не повреждены их моча не успевает повредить но если это измененные эритроциты это говорит о том что они идут с верхних отделов с почек и обязательно это нужно обратить внимание проблема в том что чаще всего чаще всего в общем анализе мочи осадок мочи особо и не смотрят а тем более не ищут там какие-то соли раньше это делали как бы регулярно это была часть общего анализа мочи сейчас то ли лаборанты ленятся то ли просто это не входит как бы уже в услуги которые оказывают лаборатории поэтому к сожалению довольно часто ставятся прочерки или просто не определялась то есть это как раз минус огромный потому что при жалобах это очень очень важный и весомый показатель конечно могут быть лейкоциты но чаще всего опять же их немного здесь еще очень важный фактор как собирается моча потому что довольно часто женщины думают что если они собрали до последней капли то есть от начала и до последней капли то это очень очень хорошо в реальности это не так как раз самый лучший образец мочи это будет средняя порция кстати в старые времена советские времена определяли среднюю порцию мочи пони щепоренко чем отличается скажем анализ пони щепоренко от общего анализа мочи пони щепоренко определяется количественное вернее концентрации трех параметров это количество лейкоцитов эритроцитов и цилиндров одном миллилитре мочи общем анализе мы определяем тоже эритроциты лейкоциты но мы определяем поле зрения и общий анализ содержит больше параметров оценки мочи поэтому он куда скажем практичнее чем анализ пони щепоренко многие многие уже практически клиники отказались от этого анализа потому что он несет особого практического значения и сам по себе анализ при нормальных показателях общего анализа мочи он не будет иметь тоже практического значения то есть мы не назначаем этот анализ если анализ мочи норме возвращаемся к нашему общему анализ мочи действительно это хороший анализ если он сделан вовремя но как я сказала кристаллы могут выходить симптоматика ну как бы исчезает и вдруг через несколько там какой-то период времени опять повторяется чаще всего женщины глотают антибиотики даже ударную дозу потому что не считают что это им поможет потому что вот если помогло вот сразу симптомы прошли но дело в том что даже симптомы цистита могут пройти сами по себе без лечения и довольно часто женщин не бактериальный цистит кстати бактерии можно увидеть в общем анализе мочи там есть графа бактерий конечно не определяет количество колоний вид бактерий но ставят плюсики то есть бактерии видны и на это тоже можно обратить внимание но скажем если есть воспаление конечно же если она бактериального происхождения то есть бактериальный цистит то мы увидим и у лечения количества лейкоцитов и мы увидим ряд других параметров изменения мочи самое главное что да бактериальные циститы требует лечения антибиотиками но параллельно с этим требуется другие меры по устранению так называемых триггеров которые провоцируют воспалительную реакцию например слишком длительное держание мочи больше 3-4 часов сидение на холодных поверхностей все-таки влияет особенно при наполненном мочевом пузыре также использование скажем или употребление алкоголя курение острых блюд и многое другое и есть у многих женщин абсолютно не бактериальный цистит а так называем интерстициальный цистит причина его до сих пор неизвестно и он чаще появляется женщин после 30 35 лет самое главное что все анализ будет идеальными и единственное лечение это будет практически профилактика то есть это будет как раз устранение всех вот этих провоцирующих факторов или хотя бы их уменьшение лечение для интерстициального цистита не существует и в этом большая проблема конечно есть еще ряд других видов цистита они встречаются очень очень редко при определенных заболеваниях но не регулярно таким образом если у вас появляется какие какой-то дискомфорт но во время мочи и спускания или скажем области мочевого пузыря вы должны оценить как часто вы ходите в туалет если вы очень долго держите мочу это плохо и это как раз будет провоцировать воспалительную реакцию поэтому старайтесь опорожнять мочевой пузырь каждые три-четыре часа старайтесь употреблять больше жидкости особенно воды потому что так или иначе вода вымывает все что находится мочевом пузыре вы часто ходите мочиться и это как раз профилактика воспалительных процессов дальше если у вас появились такие скажем ощущения необходимо оценить ситуацию то есть все таки сдать анализ мочи даже если это не утро если утренняя порция вышла или же дождаться утра и потом утром пойти и сдать эти анализы не нужно сразу глотать антибиотики потому что вы фактически провоцируете стойко устойчивость всех этих бактерий к этому тебе придет время когда даже если у вас будет бактериальный цистит это не будет помогать такие модные бактерии как уреоплазма микоплазма у женщин практически не играет никакой роли воспалительной реакции уретры то есть уретрити да у мужчин это встречается чаще но у женщин воспалительные процессы мочевого пузыря чаще бывает из-за так называемой группы кишечной группы бактерий это бактерии которые живут в кишечнике не забывайте что кишечник буквально по соседству за стеночкой подводим наши итоги что любые как раз неприятные ощущения во время мочеспускания должны быть приняты во внимание но это далеко не всегда и чаще всего это не бактериальные инфекции поэтому не нужно злоупотреблять антибиотики необходимо проанализировать диету свое питание самое главное нужно постараться определить вот этот осадок что в осадке мочи если там какие-то кристаллы или соли и знать вид этих кристаллов и тогда можно посмотреть в том же интернете например какая пища ассоциируется с большей выработкой вот этих конкретных солей и можно модифицировать свое питание уменьшить не говорю полностью устранить но уменьшить употребление продуктов которые провоцируют большую выработку солей и еще один важный момент при беременности увеличение солей мочи это закономерность это не болезни проблема это не что-то страшное поэтому гнать соли выгонять чистить почки не нужно да вообще гнать соли не нужно это как раз вредные и абсолютно неоправданные ну как бы отношение к своим почкам их нужно наоборот беречь потому что кристаллы повреждают не только уретро мочевой пузырь они могут повреждать и мочеточники поэтому давайте не будем играться вот это мочегонные вот это какие-то травы чтобы гнать эти эти соли да побольше да побыстрее это все абсолютно неправильно берегите свои почки если вам понравилось это видео ставьте пожалуйста лайки и в своих комментариях под видео не забывайте задавать вопросы и также предлагать темы для будущих видео всего вам хорошего до свидания не болейте